Мяч у синих, передача, бросок и гол. После этого попадания мяча в корзину звучит свисток. КГТУ или Политех выигрывает финал турнира по баскетболу. Победа ребятам, однако, далась нелегко. Очень трудный выдался матч. Наши соперники высокие и очень хорошо играют. Нам было немного трудно, но главное, мы смогли выиграть этот матч. Это уже вторая победа нашей команды в финале Республиканской универсиады. Всего на 8 очков проиграла Политех у команды физкультурной академии. Однако спортсмены настроены оптимистично. Они показали хорошую игру. И это важно, особенно при отборе спортсменов на Всемирную универсиаду. Масштабные состязания прошли в трех лигах. В первой сборной вузов, которые в прошлом году заняли последние места в высшей лиге, а также занявшие первые места во второй лиге. Организаторы отметили, что решение было принято по просьбе самих представителей вузов, так как в высшей лиге представлены очень сильные команды, с которыми регионы состязаться не могут. Теперь эти команды будут готовиться к Всемирной универсиаде. Но мы предварительно еще посмотрим, какие спортсмены будут представлять нашу страну. Только после этого будут созданы команды по борьбе по тем видам спорта, где мы можем завоевывать медали. Всего в универсиаде приняли участие более 35 вузов. Студенты разыграли медали в 10 видах спорта. Победителями объявлена сборная политеха. Это девятая победа КГТУ. Она главный кандидат на участие во Всемирной универсиаде, которая состоится летом в Южной Корее. Алтубик Таланпеков и Сантура Быкеев. Общественный Первый канал. Сантура Быкеев. Продолжение следует...